Доброе утро! Доброе утро, дамы и господа! Доброе утро, коллеги! Я рада вас приветствовать на форуме Endowment 2020 в рамках сессии «Устойчивые экономические модели новой культуры». И эту встречу буду модерировать я, Евгения Тюрикова. И начну я, конечно, с представления наших спикеров. Вместе с нами сегодня Алла Платонова, директор по развитию Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского. Здравствуйте, Алла! Здравствуйте! Чуть-чуть попозже к нам присоединится Ольга Драничкина. Это директор фонда целевого капитала Государственной Третьяковской галереи. Ольга примерно минут через 20-25 будет с нами вместе в студии. Мы будем ее приветствовать. С нами вместе сегодня две коллеги из Великобритании. Это Келли Орелли, это директор по развитию бизнеса Дома музея Джона Мильтона. Келли. Добрый день! Кетерина Элвин, это менеджер по политике фонда Национальной галереи. Пару слов буквально о том, что нас ждет сегодня и какую дискуссию мы для вас приготовили. Будьте любезны, следующий слайд. Существуют разные формы поддержки деятельности учреждений культуры. Такие как прямые пожертвования меценатов, безусловно коммерческая деятельность культурных организаций, доходы от эндаумент фондов. И большую часть занимает государственная поддержка в различных видах. Это в России. Как видно из практики, заокеанские музеи обеспечивают стабильное финансирование своей деятельности за счет поступлений доходов от эндаумент фондов. Например, Метрополитен музей обеспечивает покрытие 26% расходов своего бюджета и деньги черпает из эндаумента. Музей изящных искусств Хьюстона покрывает до 51% операционных расходов. Оставшая часть расходов этих музеев закрывается коммерческой деятельностью прямыми пожертвованиями. Для немолодого американского рынка очевидно более привлекательной и устойчивой моделью финансирования деятельности культурных учреждений является стабильный поток от эндаумент фондов. В Европе ситуация немного не такая. Рынок эндаументов довольно молодой, не более 20 лет, и он развивается. Пока основными источниками финансирования деятельности все же являются прямые пожертвования и поддержка государства и коммерческая деятельность. И только 15% расходов покрывается за счет поступлений доходов от эндаумент фондов. Яркий пример тому французский лувр. Но видна тенденция, есть тенд к переходу в сторону частной поддержки, развития фондов целевого капитала. Именно об этом мы сегодня и поговорим. А что же в России? Будьте любезны, следующий слайд. В России музеи, центры культуры, театры пока очень зависимы от государства. Эндаумент фонд галереи Третьяковки, наши любимые с вами, закрывается не более чем на 5% от общей цифры доходов. Выходит, что для России по-прежнему устойчивой моделью финансирования культуры и искусства является государственная поддержка. Так ли это? И при этом вы видите, что всего 13% эндаумент фондов формируется в культуре и искусстве. 63% это образование. Именно этой отрасли, этой индустрии наши меценаты отдают предпочтение. Готовы ли мы к изменениям? Готовы ли мы к переходу от государственной поддержки к поддержке меценатов, к поддержке частного капитала? Что нам для этого нужно? И какой горизонт этих изменений? Именно сегодня мы об этом и поговорим. И постараемся ответить на этот вопрос. Почему мы пригласили Келли и Кэттерин? Ситуация с боготворительностью, а точнее с частной поддержкой культуры в Англии в некотором смысле похожа на российскую. Культура и искусство долгое время поддерживались государством. Конечно, рынок не такой старый, не такой уже зрелый, как в США. Ему не 300 лет. А развиваются эндаументы в районе 10 лет Великобритании. У населения нет такой активной культуры, развитой и привитой культуры поддержки фондов целевого капитала, как нам кажется отсюда. И при этом за небольшой срок Келли и ее команда создали эндаумент фонд, музей. И в 2014 году уже годовой доход от фонда был 13,5 тысяч фунтов, а в прошлом году уже было 210. Это огромный рывок за недолгие 6 лет. И как они это сделали? Какой у них был опыт? Какой был переход от государственной поддержки до частных денег, нам расскажет Келли. Келли, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Я очень рада находиться здесь сегодня и расскажу об опыте дома, музея Джоана Мильтона. Сейчас постараюсь поделиться своим экраном. Кстати, мне сейчас система говорит, что я не могу поделиться экраном. Но давайте я тогда просто буду все рассказывать словами без поддержки презентации. Наша история эндаумента – это история небольшого сельского музея, который в 2014 году смог создать эндаумент и начать его развивать достаточно активно. И за несколько лет эндаумент вырос очень существенно, как было сказано. Итак, сначала пару слов про наш музей. Дом музея Мильтона – это единственная оставшаяся резиденция Джона Мильтона. И это то место, где он написал свою поэму «Потерянный рай». Кроме того, это то место, где он получил вдохновение и позже написал свою поэму «Возвращенный рай». И мы с 1887 года открыты публике, и это один из самых старых музеев писателей во всем мире. И надо сказать, что действительно в Великобритании история частных пожертвований не такая развитая, как в Соединенных Штатах. В 2016 году мы начали активно прорабатывать нашу схему эндаумента, и затем в 2017 году мы уже активно наладили работу, в том числе обеспечили встречное софинансирование. И это также совпало с рядом празднований юбилеев работы Джона Мильтона. Например, в 2017 году мы праздновали 350-летие утерянного рая, и по этому поводу мы запустили компанию эндаумента, которая называлась «Утерянный рай для 350 голосов». Мы использовали цифру 350, потому что именно тогда праздновалось 350-летие. Итак, у нас было 350 человек, которые помогли нам запустить эту компанию. И на протяжении 12 часов эти люди читали «Потерянный рай». И самому молодому чтецу было 6 лет. У нас были очень разные люди, которые участвовали в этом проекте, люди разных профессий, люди разного происхождения. И целью всего этого была компания по фандрайзингу. Эта компания оказалась очень воодушевляющей для большого количества людей. И за пару недель мы таким образом собрали более 50 тысяч фунтов. Сейчас хотела бы чуть подробнее рассказать о вводных нашего проекта, для того чтобы стало понятнее, с какими ресурсами мы работали и продолжаем работать. И какую роль сыграл грант по софинансированию. Мы получили 250 тысяч фунтов стерлингов. Это был грант на софинансирование Heritage Endowments. И для такой небольшой организации, как наша, это была действительно очень существенная сумма. Таким образом, основной грант был грантом на софинансирование. Это означает, что для того, чтобы получить этот грант, нам необходимо было получить аналогичный грант от другого грантодателя. И нам повезло, потому что мы получили такой грант от лондонского фонда, что позволило нам получить софинансирование. Итак, мы запустили нашу компанию Endowment под названием «Сохраненный рай». Мы благодаря этой компании получили более 100 новых жертвователей. И мы получали пожертвования от 5 фунтов до 50 тысяч фунтов. То есть мы наблюдаем действительно очень большой разброс в сумме пожертвований, которые мы получаем. И это позволило нам обеспечить финансовую поддержку из различных источников. Кроме того, мы организовывали различные мероприятия, которые позволили повысить интерес наших жертвователей и выстраивать нам отношения с жертвователями. Мы считаем, что выстраивание таких отношений, создание сети жертвователей действительно очень важно, потому что во многом наши жертвователи были жителями нашего региона. Я забыла еще упомянуть, что мы планировали эту программу на 4 года, но нам удалось даже быстрее, чем мы планировали получить первые 250 тысяч фунтов, что позволило высвободить вторую часть этой суммы в рамках софинансирования. И таким образом всего было собрано более 500 тысяч фунтов. Конечно, это может звучать как не очень существенная сумма, но с учетом того, что наша организация все-таки небольшая, и кроме того, мы начали заниматься эндаументами примерно 5 лет назад, это мы считаем очень хорошим результатом. Как уже было сказано, в 2014 году годовой доход от эндаумента составил 13 664 фунта, а в прошлом году уже 210 тысяч фунтов стерлингов. И это позволило нашей организации, в частности, почувствовать себя более уверенно в своей работе. И, конечно, этот проект показал нам, насколько важно иметь такой источник дохода, который происходит из разных источников, от разных жертвователей. И, конечно, это особенно важно в такие нестабильные времена, как времена пандемии, с которыми мы столкнулись сегодня. Что касается того, что нам помогло, конечно, была очень важна институциональная готовность. Вы вначале упомянули, что в Великобритании эндаументы не так развиты, как в США. И я с вами совершенно согласна. Но надо сказать, что последние пару десятилетий мы наблюдаем все больше готовности со стороны различных институций создавать эндаументы, развивать этот источник финансирования. И многие организации уже достигли в этом успеха. Еще один важный момент, который нам помог – это поддержка попечительского совета. Попечительский совет дома-музея Мильтона действительно сыграл большую роль в создании эндаумента, в убеждении людей и распространении информации о том, насколько это важно. И попечительский совет сыграл большую роль в привлечении различных крупных доноров, которые нам помогли. И, конечно, члены попечительского совета также инвестировали очень много времени в этот проект. И мы можем сказать, что именно вот этот временной ресурс, который наши попечители выделяли, сыграл особенно важную роль в успехе нашего проекта. Еще один важный момент – это приоритизация сбора средств. Важно действительно расставить приоритеты. Для нас создание и развитие эндаумента в последние годы, особенно в последние два года, было действительно приоритетом. Еще один момент – это общая цель. Мы взаимодействовали достаточно активно с нашими жертвователями и распространяли информацию так, чтобы они почувствовали значение и ценность того, что они делают, и того, что мы делаем. И эти люди, которые ощущали важность цели, помогали распространять информацию о эндаументе и о нашей компании, что позволило увеличить количество жертвователей. И, наконец, еще один важный момент – это удвоение, то есть софинансирование, которое мы использовали. Что касается основных сложных моментов, с которыми мы столкнулись, первый момент – это, безусловно, то, что нам пришлось начинать с нуля. Это связано с тем, что в Великобритании в целом нет истории работы эндаументов, нет такой культуры, и нам пришлось учиться очень быстро и на собственном опыте. И нам пришлось разбираться со всеми проблемами, которые возникали на этом пути, буквально с нуля. Еще один сложный момент – это, в принципе, ограниченный опыт индивидуальной помощи, отсутствие культуры, работы с эндаументами в Великобритании. И третий сложный момент – это сложный экономический фон, на котором нам приходилось работать над нашим проектом. Я думаю, что если бы мы работали в более благоприятных экономических условиях или в какой-то другой стране, например, где-нибудь на Ближнем Востоке, то, возможно, наш путь был бы более простым. Однако мы с уверенностью можем сказать на сегодняшний день, что самое главное – это начать обеспечить доверие всех заинтересованных сторон, и именно это доверие может служить фундаментом для будущего развития. Какие мы планируем следующие шаги? Мы планируем продолжать развиваться, мы хотим сохранять отношения с нашими существующими жертвователями, также мы хотим привлекать новых жертвователей. Финансирование для нас сыграло очень важную роль, и мы хотим искать новые источники софинансирования, потому что этот механизм сработал для нас достаточно удачно. Мы планируем работать как с индивидуальными жертвователями, так и с организациями, и в целом наша задача сейчас – это расширять нашу команду, расширять нашу сеть жертвователей. Мы также планируем привлекать дополнительные кадровые ресурсы для того, чтобы более эффективно работать с сетью жертвователей. Мы также планируем разрабатывать более масштабную стратегию по привлечению средств для того, чтобы, в принципе, наращивать масштаб, для того, чтобы 50 тысяч фунтов уже не казалось заоблачной суммой. И еще одна наша программа – это распространение информации о нашей программе «Сохранение наследия». И существующие жертвователи, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы наследие сохранялось, и поэтому нам важно распространять информацию об этом для того, чтобы жертвователи видели результат своей работы. Жертвователям, как мы знаем, приятно видеть, когда их усилия оказываются материально воплощены. И я знаю, что Кэтерин тоже может многое рассказать про эндаументы, поэтому я буду рада, если она дополнит мою презентацию. Я хотела в основном сконцентрироваться на нашем опыте, опыте небольшой сельской культурной институции, которой за несколько последних лет удалось сделать большой прогресс в области компании по эндаументам. По нашему опыту мы можем сказать, что для такой небольшой организации эндаументы действительно могут многое изменить. И я не знаю, где мы были бы сегодня, если бы не наша компания по эндаументу. На этом я завершаю свою презентацию. Большое спасибо. Эли, спасибо вам за рассказ. Я уверена, что ваш пример подтолкнет и доноров, и меценатов, и Центра культуры, искусства и музея на то, чтобы сделать подобный шаг. Я хотела бы перейти к диалогу с Аллой. В России объекты культуры традиционно датируются государством, но есть, конечно, и успешные примеры частного капитала, когда меценаты поддерживают и создают эндаумент-фонды, и поддерживают Центры культуры. Работа с частными инвесторами тоже может строиться по-разному. И прямые пожертвования, наверное, что более традиционно для российской индустрии, и создание фондов, где мы стоим сейчас на самой-самой первой ступеньке этой большой лестницы. Я еще раз рада поприветствовать Аллу, директора по развитию Пермского экономического театра оперы и балета. И Алла, первый вопрос к вам. Келли нам только что рассказала про свой опыт. Как вы думаете, возможно ли такой сценарий в России? Ну да, я согласна, что наш сценарий с тем, о чем говорила Келли, очень похож, потому что если вспоминать вот те сложности, о которых она говорила, старт с нуля, низкая культура частных пожертвований и меценатства, ну и, в общем, сложная экономическая ситуация, все это мы видим и в России тоже. И что касается старта с нуля, то я могу сказать, что, например, сейчас, когда мы согласовываем с нашим учредителем, с Министерством культуры создание фонда, то, в общем-то, мы просто совсем, то есть до нас, до этого разговора, юристы Министерства культуры ничего не слышали об этой технологии, не знакомы с законодательством и благодаря нам только, значит, погружаются в эту тему. Что касается низкой культуры частных пожертвований, то мы как раз для себя и выбрали такой путь именно начать вот развитие просто культуры жертвования какого-то, в пользу театра, потому что нам идея, слово эндаумент мы стали произносить в театре лет, наверное, 7-10 назад, но на тот момент мы взвесили все, значит, варианты, всю ситуацию проанализировали и поняли, что на том этапе нам было бы, ну, совсем сложно создавать эндаумент, и мы пошли по пути, что мы сначала налаживаем работу со спонсорами корпоративными, выстраиваем какую-то, какую-то краудфандинговую модель, в частности, сегодня можно через сайт театра пожертвовать любую сумму, любой человек из России, из-за границы, хоть один рубль, хоть, ну, любую сумму, достаточно крупных нам жертвуют, вот, в частности, в пандемию для нас это был такой серьезная помощь и поддержка, когда люди, которые смотрели наши онлайн-трансляции, имели возможность вот таким образом тоже нас отблагодарить. То есть мы, получается, сначала постарались подготовительный весь путь пройти, и сегодня, когда театру, вот, в ноябре этого года, буквально через неделю уже исполнится 150 лет, нам кажется, что мы готовы уже к созданию эндаумента. Если позволить, я немножечко, я думаю, что, особенно для наших гостей из Великобритании, необходимо прокомментировать, что это за театр-то такой. Дело в том, что Пермь находится довольно далеко, это два часа лета на самолете от Москвы и Питера. Иногда в зарубежной прессе мы читаем даже, что мы находимся в Сибири, хотя все-таки Сибирь немножко дальше, чем Пермь. Я позволю себе немножечко рассказать про наш театр. Так, секундочку. Иднустрация экрана. Пермский театр оперы балета. Так вот выглядит наше здание. Один из крупнейших театров вне столиц. И когда в России периодически обсуждается, даже так вот провокативно заостряется вопрос, есть ли жизнь за МКАДом, имеется в виду за пределами Москвы, то в числе одного из первых как раз вспоминают наш театр. Наш театр возник в 1870 году. И примечательно, что возник он именно по инициативе городской общественности. То есть люди сами, вплоть до того, что своим кошельками проголосовали за то, чтобы в их городе был театр. В том числе в этом финансировании поучаствовала семья Дягилевых. И для нас вот эти два имени, Чайковский и Дягилев, это очень знаково и значимое имена. Мы носим имя Чайковского, имени Чайковского театр у нас. И Дягилев вдохновил нас на проведение международного фестиваля мультижанрового, мультикультурного. С 2011 по 2019 год художественным руководителем театра был Теодор Куэрэнзис. И благодаря его руководству в театре появились все три оперы Моцарта да Понте, затем Королева индейцев Питера Селларса, потом Травиата режиссури Роберта Уилсона. Это все названия, которые сегодня мы вспоминаем как такие вехи, благодаря чему, собственно, о Перми заговорили действительно во всем мире. И вот тоже очень любимая мною постановка Жанна Накострера Моё Костелочи. Но говоря о Пермском театре оперы-балета, нельзя забывать о том, что у нас замечательный фантастический балет, балетная труппа. Это кадр из нашего спектакля «Лебединое озеро». То есть по сравнению с западными оперными театрами, в России ситуация отличается тем, что, как правило, театр имеет и оркестр, и хор, и оперную труппу, и балет. То есть такая огромная структура. У нас в театре больше 600 человек работает. В какие-то моменты еще увеличивается это количество. Ну и Дягилевский фестиваль – это, конечно же, самый масштабный проект театра. К нам приезжают не только из Москвы, Петербурга, со всей России, даже из-за границы. До 30% зрителей Дягилевского фестиваля – это туристы. А в фестивале пишут самые разные издания. Приезжают, опять же, СМИ из столицы и из-за границы, чтобы освещать его события. Ну вот на этой фотогалерее можно увидеть гостей разных лет фестиваля. Это и Диана Вишнева, Наталья Осипова, и Роберт Уилсон, и многие-многие-многие другие. В перспективе Дягилевский фестиваль, по нашим планам, должен обрасти еще событиями-спутниками, когда будут мини-программы такие, презентации фестиваля осенью и зимой, плюс к летнему большому 10-дневному фестивалю. И сегодня мы вовсю готовимся к празднованию юбилея театра, да, вот в нынешних таких сложных условиях пандемии. И, конечно же, она вносит в пандемию серьезные коррективы в наши планы. Но благодаря тому, что у нас случилась в театре такая коллизия, что 150 лет нам исполнится в этом ноябре, а 150-й сезон откроется только осенью 2021 года, у нас появляется возможность праздновать целый год. И, соответственно, у нас есть тоже возможность. Некоторые из наших планов, в частности, гастроли на фестивале «Контекст» Дианы Вишневой, перенесены на весну 2021 года. И вот как раз нам кажется, как в случае с музеем Мильтона, когда там праздновалась дата 350 лет, нам кажется, что такая дата тоже замечательная возможность и повод для создания Даммонд-фонда. Нам кажется, что Пермский театр оперы и балета – это очень яркий, живой организм, такой театр-лаборатория, где действительно очень значивая для мировой музыкальной культуры оперно-балетного искусства мирового явления вызревает, что ли, создаются. И мы именно под это будущее, под это стратегическое видение театра и предполагаем собирать эндаумы. В том числе нас, ну скажем так, и прямо и косвенно поддерживают власти региона. Сейчас активно обсуждается проект строительства нового здания театра. И, ну, примерно, может быть, 2024-2025 году мы надеемся, что вот так будет уже выглядеть новая, современная, оснащенная по последнему слову техники здания театра. И надо сказать, что горожане, прямики очень активно просто поддерживают, записывают ролики в поддержку того, чтобы все-таки эта стройка состоялась. Поэтому мы надеемся, что благодаря сегодняшней вот нашей активности у нас появится более устойчивая экономическая модель, потому что когда мы полностью зависим от государства, от государственного финансирования, у нас, конечно же, возникают риски. Ну, у нас в разные сложные годы для российской экономики уже бывали секвестры. И сегодня тоже обсуждается, возможно, будет секвестр, возможно, нет. С точки зрения крупных партнеров-спонсоров тоже разные бывают ситуации. Пока нам удавалось находить поддержку для текущей какой-то деятельности, для текущих проектов, в частности, на Дягилевский фестиваль, на премьеры какие-то наши. Но, конечно же, мы понимаем, что вот такая диверсификация рисков, как создание эндауман-фонда, привлечение еще такого дополнительного источника финансирования наших проектов развития, это придаст больше устойчивости театру и его экономической ситуации, потому что в опере и в балете конкуренция, то есть рынок кадров, он мировой, конкуренция за кадры идет. То есть мы конкурируем с Парижской оперой, с Мадридом, с Метрополитом и так далее. И здесь, конечно, краю очень сложно достойные какие-то финансирования поддерживать на таком должном уровне. И поэтому здесь, если говорить о том, что финансируется из государственного бюджета, из текущего какого-то фондрайзинга, то это новые постановки, это какая-то текущая деятельность, прям оффлайн мы подчеркиваем, потому что в этом году все разделилось еще на онлайн и оффлайн. Вот, конечно же, организация проведения Дягилевского фестиваля поддерживается. Но когда мы говорим про какие-то инновационные вещи, когда мы говорим о том, что нам нужно сотрудничество, заключено соглашение с Зальцбургской филармонией в частности, с Высшей школой экономики и другими институциями, то здесь вот на какие-то аспекты вот этой инновационной деятельности, на поддержку суперклассных кадров, например, Надежда Павлова, сейчас очень востребованно приглашают ее в Большой театр и в Зальцбург и много куда еще. И для того, чтобы она все-таки оставалась солисткой пермской оперы, нам нужно что-нибудь ей предложить, хотя, конечно, для нее творческая какая-то задача, творческая амбиция – это очень значимая история. И здесь мы как раз соответствуем, скажем, ее ожиданиям. То финансовый аспект все равно мы не можем совсем игнорировать. Кроме того, если мы театр-лаборатория, театр, который ищет какие-то новые формы и новый язык художественный, то, конечно же, мы должны в том числе и заказывать новые произведения. И вот на эти все аспекты – инновационные, стратегически значимые – мы предполагаем создавать эндаумент. Надеемся, что эту амбицию разделят с нами и будущий наш попечительский совет, и доноры, и жертвователи. В этом смысле у нас достаточно размята уже почва, и микромеценаты, друзья театра уже активно интересуются всей этой темой и готовы нас поддерживать. Спасибо за внимание. Алла, спасибо большое. А почему вы все-таки решили в этот сложный период вернуться к фонду? Вы сказали, что вы начинали этот проект, потом приостановили. Явно время 5-7 лет назад экономически было гораздо более, может быть, комфортно для меценатов, чем сейчас. Тем не менее, в пандемию вы начинаете этот процесс. Это мой первый вопрос. А второй, скорее, ремарка. Вы своим примером только подтверждаете, что устойчивой экономической моделью поддержки именно новой культуры может быть только эндаумент фонд. То есть благотворительность, безусловно, это приятно, это правильно, но закрывает только текущие операционные потребности. Если говорить о развитии любого центра культуры, это может быть только долгосрочное формирование фонда целевого капитала. Ну, смотрите, дело в том, что когда Теодор Куренцис только-только пришел в театр, мы-то, конечно, были достаточно по российским меркам, скажем так, известны, но, как в таких случаях говорят, широко известны в узких кругах. То есть, конечно, у нас были там и «Золотые маски», и «Мировые премьеры», опера «Лолита» на русском языке впервые была исполнена именно у нас. И много чего еще классного, интересного у нас было. Но такого, скажем... То есть, мы были лучшими из провинциальных театров, может быть, да. Но, может быть, можно было говорить, что там... Ну, то есть, грубо говоря, Сбербанк, к примеру, на тот момент не готов был, федеральный офис Сбербанка не готов был серьезные суммы вкладывать в наши проекты, да, в поддержку наших проектов. Когда мы вместе с Теодором Куренесом театров «Весь как структура» продемонстрировали такой просто невероятный взрыв творческой активности, то, конечно, на нас обратили дополнительное внимание. Без вот этого шага, без вот этого, скажем, скачка тоже, да, когда про нас действительно знают федеральные бизнес-структуры, мне кажется, ну, тогда мы даже не начали проект создания Эндаммонта, мы просто обсудили на уровне руководства театра, что пока нам важнее привлечь финансирование для какой-то текущей деятельности. Что касается сегодня, то мы историю-то создания Эндаммонта начали все-таки до пандемии. Еще прошлым летом мы начали проектировать всю эту историю. Конечно же, пандемия немножечко нам спутала карты, но нам кажется, что отступать сегодня в год 150-летнего юбилея, ну, это не совсем правильно. Мы в крайнем случае скромно, так сказать, надеемся собрать положенное по закону 3 миллиона, хотя, конечно же, нам кажется, что потенциал и возможность и возможности, в том числе и фандрайзинговой команды у нас больше, чем 3 миллиона рублей. Поэтому, ну, так, в крайнем случае, да. И все равно мы же все понимаем, что экономика, да, сегодня в сложной ситуации, но она развивается, и рано или поздно наступит какой-то более благоприятный период, и мы к нему будем готовы. Ну, потому что эндаумент – это же стратегический инструмент, долгосрочный, поэтому мы, так сказать, смотрим в светлое будущее и желаем всем, собственно говоря, и здоровья, и благополучия. И доказывайте своим примером, что не стоит бояться, и даже в этот сложный период смотреть стратегически на наполнение фонда, эндаумент, фонда для развития театра. А какие способы фандрайзинга будете использовать? Я думаю, вряд ли мы можем в текущих реалиях делать то, что делала Келли со своим музеем. Ну, мы на самом деле рассматриваем все возможные варианты. Считается, что эндаументы не собираются мелкими пожертвованиями, но у нас в городе, в Пермском крае, есть реальный пример классического университета Пермского, который собрал свой эндаумент как раз вот такими, в розницу, скажем, да, мелкими пожертвованиями, привлекая выпускников и вовлекая горожан просто в свои проекты. В частности, у них есть, например, целая серия мероприятий в ботаническом саду. То есть раньше это была закрытая территория, где, ну, только какие-то научные и образовательные мероприятия проходили, а сейчас там происходят городские какие-то значимые мероприятия. Поэтому мы, конечно же, будем работать и с мелкими жертвователями. Благо, я говорю, что у нас есть уже вот эти инструменты, когда нам на самом деле со всего мира люди перечисляют, кто сколько может, но тем не менее пандемия у нас это очень сильно выручила. Спасибо каждому огромное. И мы, конечно же, будем, ну, разговоры такие ведем и с Министерством культуры, чтобы они нам помогали и такими door-opener'ами выступали в переговорах. У нас есть прямые контакты с потенциальными, ну, как сказать, донорами, у которых сегодня все хорошо. В частности, мы с очень большой надеждой смотрим на IT-сферу и всячески стараемся налаживать отношения с компаниями из этой области. А надо сказать, что в Перми есть довольно уже развитый IT-кластер, есть целая россыпь компаний, которые в том числе уже и мировую известность получили, в частности, мира. Ну, то есть мы выстраиваем с ними диалог, рассказываем им о наших стратегических каких-то целях, задачах и видении, и надо сказать, что уже постепенно они, ну, как сказать, начинают оказывать нам свою поддержку. Мы надеемся просто развивать уже эти отношения. И, ну, мне кажется, что в таком вопросе, и пример Келли как раз тоже это доказывает, что если ты, скажем, обоснованный оптимизм такой в себе взращиваешь, да, не опускаешь руки, а все равно делаешь все для того, чтобы проект состоялся, то все получится. Алла, спасибо, мне кажется, вы можете открывать уже школу фандрайзинга в Перми, и к вам будут ехать и за опытом, и за вашей смелостью немножко поддержать свои начинания, те, кто еще боятся. Спасибо вам большое за рассказ, за презентацию, за ответы на мои вопросы. Я хотела бы перейти к Келли, Кэттерин. Как мы поняли из презентации Келли, большую поддержку фонду оказал фонд Британской национальной лотереи. Это была большая инициатива государства в поддержку наследия Великобритании и объектов культуры. И сегодня у нас в гостях Кэттерин Элвин, менеджер по политике фонда, которая расскажет нам о своем опыте и расскажет, как это работает. Кэттерин, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Да, я хотела бы рассказать о том, как работает фонд наследия национальной британской лотереи, рассказать о том, как мы развивали проект эндаументов. Хочу поделиться слайдами. Итак, фонд наследия национальной британской лотереи был создан в 1994 году, и это один из крупнейших фондов Великобритании. Мы привлекаем средства, которые были собраны в рамках национальной лотереи, и стараемся вкладывать их в местную экономику и формирование сообществ. Мы получаем финансирование от национальной лотереи от 3000 до 5000 миллионов, и мы используем эти средства для того, чтобы поддерживать наследие Великобритании. Мы также оказываем поддержку в секторе наследия и продвигаем ценность наследия. Мы являемся вневедомственным органом, который работает вместе с парламентом через Департамент цифровых технологий, медиа и спорта. Здесь показано наше финансирование за последние чуть больше 20 лет. Итак, было выделено 8 миллиардов фунтов стерлингов на финансирование более 44 тысяч проектов по сохранению наследия. И мы видим, что достаточно большая доля, 37% пошла на финансирование зданий и памятников, 28% на музеи, библиотеки и архивы, далее 22% на окружающую среду и ландшафты, 7% на промышленность и морскую инфраструктуру и 6% на нематериальное наследие. Это наш текущий стратегический план, стратегическая программа финансирования с 2019 по 2024 год. Здесь указаны наши приоритеты по распределению финансирования национальной лотереи на следующие 5 лет. Здесь описано то, как будут распределяться средства, а также перечислены наши основные приоритеты. Это формирование стратегических партнерств, стимулирование поддержки инноваций, защита потенциала и устойчивости сектора наследия, а также использование наших знаний и опыта для того, чтобы обмениваться знаниями и передовым опытом. Наши приоритеты с точки зрения финансирования, показаны на этом слайде, основные приоритетные направления, которые я бы хотела обозначить, это устойчивость и наращивание потенциала. И для нас это очень важное направление с политической точки зрения. Мы хотим, чтобы организации были более устойчивыми, чтобы они могли более успешно работать с рисками и различными возможностями. Теперь я хотела бы несколько слов сказать о том, как мы финансировали проекты в прошлом. Наша первая программа называлась «Каталист» или «Катализатор». И это была наша первая инициатива, направленная на поддержку организаций, для того, чтобы они стали более устойчивыми и гибкими. Эта программа была запущена в 2012 году вместе с Фондом наследия, Министерством по делам культуры, СМИ и спорта, а также Советом по культуре Великобритании. И это отчасти было связано с финансовым кризисом, который случился в 2007-2008 году, что привело к сокращению государственного финансирования этого сектора. Кроме того, нашей задачей было поддержать организации, чтобы расширить их потенциал в части фандрайзинга. Мы предлагали гранты между 500 тысячами фунтов до 5 миллионов, для того, чтобы организации могли создавать свои эндаументы и обеспечивать себе долгосрочный источник дохода. Мы предоставили гранты 31 организации. Эта первая программа показала нам, что у нас были как успешные решения, так и некоторые проблемы. Как я сказала, 31 организация получила финансирование, и в результате программы по фандрайзингу они смогли привлечь 83 миллиона фунтов стерлингов. И при этом не все смогли справиться с этой целью. Для этого был ряд внешних и внутренних причин. Но самое главное, что мы отметили, это большой интерес со стороны сообщества. Многие организации, большая их часть, смогли привлечь доноров. И это были различные доноры, которые стали ключевыми источниками финансирования для многих организаций. Многие организации отметили внутренние сложности, которые мешали им в налаживании эндаумента и привлечении средств. У некоторых были проблемы с попечителями, нехватка доверия. Некоторые организации отмечали как приоритетные внешние факторы, которые им мешали. В частности, многие упоминали спад в экономике. Кроме того, был отмечен такой культурный момент. Это то, что доноры предпочитают материальные результаты, и они не хотят, чтобы их деньги как бы оказались запертыми в эндаументе. Основные выводы, которые были сделаны, следующие. Многие респонденты продолжали, выразили желание продолжать фандрайзинг для эндаумента. И поэтому мы можем сказать, что программа Catalyst действительно послужила некоторым трамплином и позволила распространить информацию о важности эндаументах, что было целью нашей программы, одной из целей нашей программы. Кроме того, многие отмечали, что они смогли выстроить более прочные связи с донорами, а также улучшить коммуникацию с донорами различного происхождения и различных размеров. Многие также отмечали, что эта программа позволила персоналу развить свои навыки в области работы с эндаументами, что позволило более успешно продолжать работу в этом направлении в будущем. В рамках оценки программы Catalyst мы также старались определить, какие практики будут наилучшими с точки зрения будущего развития эндаументов. И мы отметили основные три фактора. Это, во-первых, организационная среда, то есть есть ли уже какой-то эндаумент, есть ли уже какой-то опыт и практика в этой области. Если организация существует уже на протяжении длительного периода, если уже есть совет попечителей, с которым есть доверие, то таким организациям будет проще работать в этой области. И, конечно, многое зависит также от непосредственно возможности сбора средств. В 2017 году мы запустили новый раунд финансирования эндаументов. И цель этой программы, в принципе, соответствовала цели изначальной программы Catalyst. Она заключалась в том, чтобы привлечь дополнительные частные средства сектора наследия, поддержать организации в создании эндаумента или пополнения эндаумента для диверсификации доходов и для обеспечения доходов в долгосрочной перспективе. Также еще одна цель – это, конечно, повышение квалификации сотрудников организаций. И организации могли подать заявку на гранты в размере 250-500 тысяч фунтов и 1 миллион с соотношением софинансирования 1 к 1. Про софинансирование также упоминала Келли. Для нас софинансирование является тоже своеобразным стимулом для организации выстраивать свой эндаумент и расширять спектр доноров, с которыми организация работает. Итак, мы профинансировали около 50 организаций, и эта программа продолжается и будет продолжаться в 2021-2022 годах. Мы постепенно получаем фидбэк по нашей программе, и тем не менее мы понимаем, что сейчас в связи с ситуацией с коронавирусом в мире в целом очень много неопределенностей, и, конечно, особенно много этой неопределенности в сфере некоммерческих организаций. Многое неизвестно, но мы знаем, что причины, по которым организации обращались с заявками к нам, были достаточно разными. Например, кто-то хотел получить более устойчивый источник дохода. Какие-то другие организации хотели прервать существующий цикл фандрайзинга и выстроить новую стратегию фандрайзинга путем запуска компании эндаумента. Мы также видим, что различные организации влияют на то, какую тактику используют организации. Многое зависит от того, большая организация или маленькая. Крупные организации обычно чувствуют себя увереннее, у них уже есть некоторая структура и инфраструктура для фандрайзинга. Они могут быстрее заниматься фандрайзингом. Однако мы по нашему опыту видим, что маленькие организации, несмотря на то, что, может быть, инфраструктуры у них не было, могли более гибко адаптироваться к ситуации и разрабатывать более гибкие инструменты. Организации, как я сказала, использовали различные тактические меры, и при этом, несмотря на то, что меры были различные, они были часто успешны. И это показывает важность использовать индивидуальную стратегию и действовать пошагово в зависимости от вашей конкретной организации. Также очень важной для грантополучателей была разработка информационной компании и обоснования их программы фандрайзинга для того, чтобы привлекать доноров и объяснять важность этой компании. Кроме того, важную роль сыграло распространение информации о софинансировании или встречном финансировании. Мы знаем, что многим грантополучателям по-прежнему достаточно сложно разработать свою компанию и программу фандрайзинга. Иногда им просто не хватает времени на то, чтобы тщательно проработать эту программу. Мы видим, что те, кто быстро добиваются успеха, обычно это организации, у которых хорошее отношение с советным попечителем, и советы попечителей очень сильно вовлечены в работу с сообществом и в компанию по информированию. Итак, я кратко рассказала о нашей деятельности в области финансирования эндаументов, и на этом я свою презентацию заканчиваю. Спасибо большое, Катерин, за ваш рассказ. Я уверена, что текущие примеры, которые мы с вами сегодня посмотрели, они многих вдохновят. Целевые фонды, безусловно, это один из путей для развития и поддержки объектов культуры. И я уверена, что это тот самый устойчивый экономический модель для того, чтобы поддерживать центры культуры, театры и музеи. Конечно, фонды не растут так быстро. В России они не растут так быстро, как хотелось бы. Одна из причин, на мой взгляд, и личный опыт, это отсутствие информации, отсутствие таких кейсов опыта, о котором мы поговорили сегодня. И я рада, что есть мероприятия, подобные сегодняшнему форуму, которые позволяют обменяться мнениями, рассказать о том, что происходит вокруг. И я надеюсь, что Алла услышит, и, может быть, в Перми появится еще одна школа, и школа фандрайзинга. Целевые фонды – непростой инструмент. Мы сегодня тоже с вами в этом убедились. Он предполагает выстраивание долгосрочной стратегии, и не стоит надеяться, что это получится очень быстро и легко и сегодня. Результат может быть не сразу, результат может быть и даже через десятилетия. Я надеюсь, даже уверена в том, что сегодняшняя дискуссия подтолкнет многих сделать этот первый шаг. И, как гласит китайская мудрость, маленький камешек, положенный на дно океана, меняет его ландшафт. Я уверена, что мы с вами сегодня поменяли ландшафт огромного океана эндаумент-фондов. Я хочу поблагодарить спикеров и организаторов. Мне лично было очень интересно и полезно. Спасибо всем большое. И спасибо, кто нас слушал. Спасибо. Всем до свидания и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok